Каникулы Основную массу мы отправляем отдохнуть А действующие боксеры Тренируются круглый год Выбираем межсезонье какой-нибудь Где большой перерыв между турнирами Отпускаем, человек отдыхает Но опять же отдыхает От этого вида спорта, занимаясь бегом Велосипед, плаванием И так далее Ну то есть все-таки с наступлением осени Большой сезон тоже начинается Да, у нас если Считать Получается летом только в июне Можно отдохнуть, и то не сильно Потому что июль-август чемпионат страны Отборочные Работа полным ходом Ну все знают, что спорт Это огромная работа над собой И огромное усилие воли Вот что можете сказать Как вообще заставить себя Изначально встать с дивана И хотя бы пару кругов по стадиону пробежать Во-первых, это правда Это большой труд И для этого нужно большое желание Захотел, свернешь в большие горы Если ты не хочешь Заставляй, не заставляй Бесполезно Полюбить должен это Ну а как правило Детей приводят к нам Они сначала не понимают Что это, кто это Зачем это Проходит время Влюбляются в наше дело И все, их вот эту палку не выгонишь Наркотик А вот если о детях говорить Приводят к вам ребенка Сразу видно Из кого можно действительно Хорошего спортсмена воспитать Не всегда Много раз ошибался Казалось бы Человек Смотришь Ну далекий Далекий И фигура И Не знаю Медлительный Проходит какой-то период времени Человек выстреливает Были у меня такие примеры А есть те, кто Ну как Одаренные что ли Они немножко Получив какую-то базу Уже выстреливают И идут впереди Своих ровесников Сверстников Ну Вообще Я считаю Труд И каждому дано Нет таких Если у тебя по здоровью Нет ограничений Любого можно научить Медведи На велосипедах катаются А с какого возраста Вы детей принимаете Все-таки спорт Такой Ваш вид спорта Достаточно жесткий Есть ли какие-то Вот ограничения Вообще По закону Мы принимаем С 10 лет И с 12 лет Нам можно участвовать В соревнованиях Но у нас есть Специальные подготовительные группы Где мы набираем И с 7 лет Готовим уже Будущие Спортсменов Которые уже Перейдя в Дю США Начинают уже Готовиться По полной программе Уже основная будет Нагрузка у них Техника Освоение Участия в соревнованиях И прочее То есть при большом желании С 7 лет уже можно Начальную подготовку Нужно А если для взрослых Вот говорить о взрослых Есть ли какие-то Ограничения К тайскому боксу Либо все-таки Вот такие единоборства Это для всех Вообще Я считаю Любой вид спорта Вернее Знаете Я разделяю Спорт и физкультуру Спорт Это Работа на износ Как мы еще говорим Спорт калечит Физкультура лечит А люди Которые занимаются Для себя Каких Такие эмоции Люди меняются Мы общаемся Мы отвлекаемся От вот этих проблем Последневных От работы нашей Кроме стресса Ничего не приносит И Группа растет Желающих много Мы в этом году Планируем Там зал свой Немножко Для этой группы Здоровья Расширить Чтобы больше Вместить желающих И вот с сентября Начнем Это вот как раз Тот самый Новый проект Федерации Да Мы Пытаемся Привлечь В наш спорт Людей всех возрастов Очень много У нас примеров Когда ходят С всеми семьями Дети В спортивную А мама С папой Уже в группу здоровья Все довольны Все молодые Красивые А насколько жесткая У них программа Тренировок У тех Кто занимается В этой группе здоровья В группе здоровья Там все смягченное Там больше Знаете Физкультура Может быть сказать Больше в удовольствие Мы получаем нагрузку И там уже Определяется Человек сам Хочет он Вот этой вот Жести Так называемых Выйти в ринг Попробовать себя В каких-то соревнованиях Либо он ходит Для себя Для здоровья Все И мы уже Определяем Так Для каждого Найдем Не знаю Интерес А расскажите Немножко Вот кто Вдруг сейчас Увидит Заинтересуется Вот такой Группой здоровья Куда приходить Как часто Тренировки проходят Какие Может быть есть Вот даже В группу здоровья Какие-то ограничения Ну с какими Вы не возьмете Ну вот Если у него нет Противопоказаний По здоровью То Добро пожаловать Всем Так же Давление нормальное Сердце Никаких там Травм не было Серьезных Приходите Занимайтесь Тренируемся Три раза в неделю Через день Понедельник Среда Пятница В 8 часов вечера У нас будет Тренировка Чтобы всем было Удобно После работы Дополнительная Информация Будет в соцсетях Уже После дня Города Мы объявим Там будет Телефон Куда можно Позвонить Узнать Уточнить Все расскажем Покажем Уже есть Никакой рекламы Не давали Люди идут Слышат Знают Сарафанное радио Город маленький Все нас знают Ну а Что касается Профессиональных Спортсменов Расскажите Немножко о планах На этот сезон Как много Сейчас у вас Их занимается В каких соревнованиях Планируете вы Поучаствовать Профессионалов Много не бывает Потому что Это уже Труд И очень серьезный Тяжелый труд Опасный труд Потому что Если сравнить С другими видами Спорта Да У нас Проигравший Получает Не просто Проигрывает А может получить Травму Для этого Нужно работать Чтобы снизить Травматизм Получить базу Потому что Муай-тай Тайский бокс Это оружие Оружие А для того Чтобы им управлять Думать нужно Нужно быть готовым Психологически И физически И поэтому Я очень так Серьезно отношусь К этому званию Профессионалов И не каждому Даем мы такие знания Сейчас на данный момент У меня там Примерно 4-5 человек Там Действующие И кандидаты В эти так называемые Профессионалы У них Получается График очень серьезный Там ежемесячно Какие-то турниры Бои Чемпионаты Первенство Сейчас ближайшие У нас 3-го сентября В Анапе Будут Всероссийские игры Боевых искусств Туда у нас Два парня Едут Там Потом Возвращаются У нас В ноябрьске Планируем Пока не буду рассказывать Но Планируется здесь Мероприятие На осень Ноябрь Октябрь Тут выступим Покажем Что мы умеем Позовем сюда звезд И уже будем Противостоять Ноябрьск Против Других Городов А дальше У нас Чемпионат Кубок И все так далее И тому подобное По возрастанию идет Работы много А есть уже Те кто Вот кого вы сами Вырастили с детского возраста Кто сейчас уже Так прям Занимается Да конечно На сегодняшний день У нас Самый серьезный Это Павел Кузнецов Он у меня С пяти лет Шесть раз Страну выиграл Два раза Европу На мире Он Серебро взял То есть Самый серьезный На данный момент Это он Он в строю Он готовится Сейчас Как раз Мы планируем Его в ноябрьске Показать Сейчас Серьезный Есть конкурент В Челябинске И вот Нам бы хотелось Его сюда пригласить И мы вот этих Двух серьезных бойцов Вывели бы в нашем городе И посмотрели Что такое Профессиональный Май-тай Это зрелищно Я думаю Что зрителей Было бы очень много Наверное Я тоже так думаю Олег Валерьевич Спасибо вам большое Пожалуйста До свидания До свидания А я хочу напомнить Наша студия Открыта для всех Если у вас есть Интересная тема Для разговора Мы готовы ее обсудить Телефон редакции 49 99 40 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok